Легкоатлетические соревнования открылись накануне и уже сегодня команды городских и сельских школ демонстрировали свои возможности в четырехборе. 115 девочек и 106 мальчиков из 40 регионов приносили в копилку своих команд необходимые баллы. Им предстояло за минимальное время преодолеть дистанцию в 60 метров, выполнить норматив беги на выносливость, как можно дальше метнуть снаряд и прыгнуть в высоту или в длину. Среди спортсменов в младшей возрастной группе лидируют команды и стулы. Десятилетние легкоатлеты уверены, достижения в личных зачетах – залог успеха всей команды. Так в своей дисциплине Костя смог показать лучший результат, прыгнув в длину практически на 5 метров. Каждый из нас на свое способен. Я, допустим, прыгаю очень хорошо, другие бегают. У нас каждый свое способен и вот этим наша команда обогащается. Поэтому мы так хорошо и бегаем, и прыгаем. Победители в каждом виде программы и по сумме многоборья среди младших групп были определены сегодня. Первое место среди городских школ заняли спортсмены Стулы и Красноярска. Среди сельских лучшими стали легкоатлеты Пермской области. Уже завтра на стадионе выступят 12- и 13-летние легкоатлеты. А в старшей группе будут одобраны две лучшие команды, которые примут участие в чемпионате Всемирной Федерации школьного спорта. Он пройдет в следующем году в Китае. Кроме того, некоторые спортсмены смогут войти в состав юношеской сборной. Президент Российского клуба «Шиповка юных» Юрий Михайлович Борзаковский будет на среднем возрасте 26-го числа. И в 27-м он проведет мастер-класс для юных спортсменов как раз среднего и старшего возраста. Мы как раз так подобрали этот момент, чтобы он показал какие-то основы треновательного процесса, что для детишек и для тренеров будет, я думаю, очень интересно. Тем более будет вести такой маститый заслуженный мастер спорта. Олимпийский чемпион. Единственный, кто у нас в Советской России 800 метров выиграл у черных. Посетить мастер-класс олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского смогут и сочинские любители легкой атлетики. Встреча состоится 27 сентября в 15 часов на стадионе «Юность». Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.